Всем привет! У меня здесь живут собаки, скоро они тут не будут жить, а здесь будет туалет за 5 дней. В этом помещении будет раковина, туалет, душ и будет все оформлено под арт-бетон, ну или штукатурку декоративную. Почему именно 5 дней? Потому что у меня сейчас неделя выходных, то есть там какие-то плиты должны мне по арт-бетону завести. Я делаю парк в городе Ижевске, не забывайте посмотреть видео под этим видео. Нам нечем заниматься, мы решили сделать ремонт у меня дома. Помощник у меня Алексей. Это помещение у меня мастерская, то есть тут у нас был новый туалет, второй кстати в этом доме, а здесь внизу, то есть именно на первый этаж не спускаются, здесь у них будет комната. Сейчас готовлю каркас, будем вышивать это все, ну а потом будем приступать в туалет, самое интересное. Просто собакам уже тяжело по лестницам подниматься. Рамзесу 11 год, если я не ошибаюсь, а Чарли подходит, где он там спряжился, 10 лет. Все затраты я буду считать, чеки предоставим вам. И посмотрим, сколько у нас получится по цене. В первую очередь мы закупили бруски 50 на 50 для каркаса, также купили дверь БУ, ОСБ и тут вот фанера специальная влагостойкая. Чтобы также будем там водопровод переделывать и будем переделывать батареи. Вот у меня мастерская, вот дом, то есть вот там будет туалет, а внизу комната для собак, своя личная комната. Дополнительно сюда поставлю батарею им, чтобы теплее было. У меня там батарея и там батарея, но им тоже здесь надо, потому что закрытое помещение будет. И, ну это уже наверное ближе к лету, поставим сюда окно, чтобы они смотрели и любовались природой во дворе, что там творится. Наш творческий беспорядок все еще продолжается. Мы закупили трубы, проложили, все батареи перепаяли. У нас, кстати, много времени потеряли для перепайки батарей. Что-то плохо работало, они сейчас греют. Это вода. Заглушки поставили, сейчас будем проверять под давлением котел. Вода нагревает, точнее. Сейчас покажу, какой купили. Котел решили установить из-за бак. Я думаю, не помешается он, вверху висит. Взяли с запасом 100 литров. Название вот такое. Тут тоже все спаяли. Подняли вверх. Здесь также будет у нас пропиливаться водканализация. Закрепили его вот таким вот образом. 100 литров все-таки тяжелый. А с другой стороны приварили такую балку. И вот эти штуки, на которых он висит. Мы смонтировали каркас уже и с этой стороны. Опушили внутри гипсокартоном. Вставили дверки пластиковые. Крутанули эту стенку. Осталось вот с этой стороны все сделать. И можно вставлять двери. Здесь я хочу вот это помещение сделать, думаю, из вагонки. Сейчас у нас идет подготовка стен. Рядом с каждым листом делаем пастыку. Дом гипса. Усиление как ребра жесткости. Горизонтально, что мы тоже сделаем. Здесь у нас короб под инсталляцию. Плиточник здесь нам обложит все плиткой. Ровно 4 квадрата. Сейчас цеполь подметаем в грязь. И начинаем бетонный контакт обрабатывать стены. Первый слой сделали. Пол банки осталось. Через 3 часа второй слой. Я перебздел, конечно. На декоративную штукатурку можно делать просто грунтовкой. Но я лучше сделаю бетонный контакт. Прошло пару часов. Циррозит очень хорошо. Быстро сохнет. Делаем второй слой. Второй слой, я думаю, мы будем делать только в части, где будет душ. А здесь уже пройдемся грунтовкой. Одного слоя достаточно. Почему? Потому что я не хочу, чтобы большие перепады плоскости были. Потому что декоративные штукатурки уйдет больше. Тамбур мы делаем, значит, из вагоночки. Все, по-моему, сшиваю. А там у нас плитка. Вагонку обрабатываем лаком. Бесцветный грязи. Плитка приклеена. Завтра швы. Мы красили все стены. Мы сделали это для чего? Чтобы... Лех, подожди. Отгородить гипс от влаги. Вот это вот, как бы, гидроизоляция получается. Это только в виде краски. Вот. Ну и все вот эти вот мелкие неровности, может, немножко уйдут. Я же не специалист, не штукатурмоля. Я так знаю. То есть, это не руководство, как надо делать. Это руководство, как я делаю. А вы смотрите. И вам решать уже, делать так же или по-другому. Ну, что мы сделали первым слоем декоративки. Сейчас будем наводить красоту. Ну что, ребята, продолжаю работать шпателем. Вернее, кельма это называется. Вот такой рисунок у меня. Не знаю, видно, не видно. Тут темно. То есть, в основном у меня три цвета работают. Этот рыжий, черный с белым намешанный. Ну, тоже тут с белым рыжей. И серый такой, с белым. Вот такие оттенки получаются. Но это еще не конечный результат, конечно. Будем добиваться того момента, пока мне не понравится финиш. То есть, результат стен в ванной. Так что, смотрим. И лайкаем, кому нравится. Лево, ты что скажешь? Нравится тебе? Тебе, правда. Нравится? Нравится. То есть, блеск уже появляется. Далее будем шлейфмашины вот такого. Круги взял 600 800 тысячи и мы будем. Шлейфу я сказал! Не смей! Шлейфу я сказал! Шлейфу я сказал! Друзья, еду в магазин брать напольное покрытие. Не знаю, пока что еще буду брать, но больше склоняюсь к кварц-винилу. Ламинат и линолеум мне, наверное, не подходят. Но посмотрим там в магазине что лучше, что посоветуют. Так, ну вот еще один чек. Леруа Мерлен. Купили кварц-винил. Три упаковки, подложку. И так по мелочи. Плинтуса. Идем дальше. Сейчас промели, пропылесосили. Стерим подложку. Так, еще бы сейчас засмели. В шахматном порядке. Вот такая вот фирма. Решили, короче, мы укладывать не вдоль этой стены, а поперек. Так, будет проще. Швы особо не видны. Залека они тоже не видны. Подобрали вот такой блендер по цвету. Практически идентичен. Полу. Ну, естественно. И тут мы решили тамбур сделать, значит нас немного не хватает его. И нам не хватит. Мы решили сделать здесь просто пинолиум. Розеточки у нас тоже под серебро сделаны. Вот, ребята, вытяжка. Она белым цветом. Я решил ее, наверное, покрасить тоже под серебро. Балка вот в такой цвет покрашена. Здесь будет столешница. Тоже в этом стиле. Сюда из профильной трубы сделали вешалочку. Вот, а раз повесил. Здесь три вещи, которые я не делал сам. Вставляли двери мне 1800 рублей. Натяжной потолок в районе 5000 будет. И что еще? А, плитка. Плитка. Плитку мне уложили. Четыре квадрата вышло 6000 рублей. Все остальное мы делаем сами. Здесь получатся столешница у нас будет. собаки, которой я говорил, переедут сюда. Здесь они уже жить не будут. Гром-зэс, американский бульдог, который был повыше. У меня трагически погиб. А Чарли мы забрали домой уже, подстригли и будет дома жить. Потому что скучно мы здесь будем. А пока мне натягивают потолок. я занимаюсь вот такой водолешницей. Обрабатываем вот таким материалом. Антисептик. Цвет шикарный. Вот у меня пришла наконец-то защита радиатора. Сейчас мы делаем профиль. сюда сюда на рамочку и ставим, прячем и все готово будет. Также еще один момент. Потолок мы натянули. У нас вот это вот стекло 190. А у нас получаться было по этому углу меньше. пришлось нам отпилить. И получаться добавилась плиточка. Не всегда идет все по маслу. Надо будет доложить плитку и тогда у нас будет все нормально. Потому что это стекло 190 сантиметров. Оно у нас не вылазило туда. Замешал ее в затирочке. Приготовил шпатель такой. Сейчас сам уже доделаю эти моменты. с унитазом у нас тоже койки и доработки. у нас вот эта труба круглая. Сама вот эта выемка овальная. И у нас когда мы сюда установили бежала вода. Сейчас мы решили вот таким средством туда все зафигачить. плюс еще силиконом сделаем вот сюда надеюсь будет держать. Здесь также мы добавили еще несколько саморезов. Чтобы меньше ходило. Потому что уникас когда установили немножко он как бы ходил. Насталяция значит просит у нас кое-каких доделок. Тазиночки такие они почему-то отпадают. Сейчас я их посажу на клей. Машину уже быстрее проверяем. Бежит не бежит. Здесь я столешницу решил еще лаком дополнительно покрыть. Почему? потому что протирать неудобно сырости если думал какая-то пленочка будет от этого снежа. Взял тут остатки милака были. Вот его и сделаю. Совсем скоро все это будет готово. Я озвучу сумму которую я потратил на это все. Ну что друзья у меня все готово. Я готов вам это показать прямо сейчас. Это тамбур линолеум плит все по дереву. Все мы заходим что я строил 5 дней. значит все мы уже здесь обжили здесь все стоит все уже где-то и забаран и стекло все работает все проверено все ничего не бежит все функционирует значит о приятном и не очень по сумме у меня получилось вот буквально 4 года назад 3-4 года назад хорошо эту мастерскую где находится сейчас ванная комната я строил и у меня такая же сумма вышла в районе 200 тысяч а тут вот такая комнатка она выходит на данный момент если делать практически все самому за исключением потолка плитки дверей как это сделал я выходит такая сумма здесь мне значит покажу поближе здесь полтенцесушитель я сделал это старого туалета я снял значит тут такая вот защита радиатора это металлический лист я заказывал в пельме мне сделали транспортной компании отправили здесь профильная труба он видите у меня выпирает немножко то есть вот такая вот штука прикольно из неприятного ее немножко повело она чуть не ровная не совсем видно но все таки значит тут я сделал такой как это канат здесь тоже вот эту щель сделал щель и когда я сниму покажу сейчас людям какая у прекрасная ванная комната получается да покажите люди ну в принципе вот и все то есть меня очень нравится вообще фактура вот этот рисунок он очень объемно кажется то есть смотришь на него глубина есть когда трогаешь он ровный то есть тоже шлифовали очень долго это пытались выводить кто будет делать кстати обязательно надо иметь вообще плоскую прям прямую поверхность это вам облегчит труд дальнейшем все работает все функционирует все смывается интересно по сместителю думал как же как же нам мне включить оказываться когда поворачиваешь вот это это льется когда убираешь это льется ну знаете по неопытности я не знаю не знал раньше кстати что хочу сказать прямо сейчас я делаю еще ванную комнату в общем другом стиле арт бетоне то есть камни там мощно классно обязательно посмотрите может если этот вам вариант не понравился посмотрите тот вариант спасибо что досмотрели до конца обязательно лайкайте кому понравилось вот это все ну и подписывайтесь на канал всем пока пока скоро новая ванная комната до конца до конца вот до конца до конца Продолжение следует...